Я преклоняюсь перед гением моего народа, и, притом, гений — это постоянное на протяжении многих тысячелетий. Постоянно предельная сконцентрированная собранность величайшей мысли. Одним из коренных малочисленных народов Севера являются нифхи, которые живут в низовьях реки Амур и на острове Сахалин. Численность их невелика — чуть более четырех тысяч человек. Нифский язык относится к изолированным полиазиатским языкам. Традиционные занятия нифхов — рыболовство и морской промысел. Поэтому сырая, вяленая, вареная и жареная рыба — это основа национальной кухни. Излюбленной пищи, долгие годы заменявшей нифхом хлеб, была юкола. Где дома теряются в кустах, где речушка пенится бело, Юкола, качаясь на шестах, ловит негорячее тепло. Это строчки из стихотворения Владимира Санги, нифского писателя, основателя нифской литературы и письменности, лауреата Государственной премии РСФСР имени Максима Горького. Имя писателя широко известно не только в мире, но и во всей Вселенной. Им даже названа рубиновая звезда в созвездии рыбы. Владимиру Михайловичу Санги исполнилось 85 лет. Он родился в стойбище Набиль на Сахалине, который нифхи называют их мифом и который стал колыбелью творчества писателя. «Ни поблажек, ни выгод, ни гладких дорог, не прошу у тебя, мой возлюбленный край, я хочу о твоей чудодейной судьбе написать для земель и народности всех». Первая книга Владимира Санги «Нифские легенды» вышла в 1961 году в Южно-Сахалинске. Она принесла ему настоящую писательскую известность. И с тех пор им написано множество произведений, романов, повести, рассказов, очерков, таких как «Изгин», «Ложный гон», «Тынграй», «Женитьба кивонгов», в которых очень много автопиографичного, документального. В них отразилась связь между прошлым, настоящим и будущим древнего нифского народа, национальный характер, мышление, способ видения мира, быт, традиции, ритуалы и язык. Как член Союза писателей СССР, как секретарь правления Союза писателей РСФСР, Владимир Санги всегда поддерживал дружеские связи и отношения с якутскими писателями и вообще является дорогим гостем на земле Алан-Хо. Как экс-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, он принимал участие в качестве почетного гостя в историческом событии в создании Ассамблеи депутатов представителей коренных малочисленных народов Севера при Государственном собрании Илтумен Республики Саха-Якутия в 2018 году. В отношении к Республике Саха-Якутия у меня кровью определялось. Когда я впервые оказался в республике, ваше поездил много по Аленам, по Аленам, по Аленам, по Штенам, побывал в Аласах, где родились великие ваши писатели, чтобы посмотреть корневую основу этих происходений и развития этих талантливейших людей в корневую основу происходения существования такого народа, как Якутия. Мех мне показал, что я все-таки постиг эти совершенно потаенные стороны этнического существования равных германцев. А потом, когда второй раз приехал в Якутию, это было давно давно. Я пришел к выводу, что Якутия развивается не так, как, допустим, Сахадин, как Хабаровский край, как Камчатка и так далее, как Нурманская область. И пришел к выводу, когда еще не так прочно, но уже осервали особенности этой стороны, я сказал, что Якутия – академия межнациональных отношений Советского Союза. Все больше и больше подтверждались мои выводы. И вот прошло 50-60 лет, 100 лет лет, якутский горизонт очень расширяется. Якутия – это политическое влияние, экономическое влияние. Плюс достижение в социальном плане. Вот то, что у вас сегодня происходит, нигде в мире не может произойти. Уникальнейший случай. В России такого нет. И, может быть, никогда не будет уже. Вы сохранили этническую несущность каждого народа. Через наследие, через район Акулуса, через институты государственного управления по всей республике, в масштабах всей огромной республики. И вот я теперь вижу, как трудно вас, и мгновенно осмысливаю то многое, что я увидел во всем мире, и как принимал участие обустроить взаимоотношения между государствами и коренными народами. Я вижу, что в самом деле вы сделали огромный шаг вперед. Для того, чтобы сделать этот шаг, у вас должна быть очень прочная основа. Мы построили несколько ступеней участия коренных молодчисленных народов, подчеркиваю, в созидании, в творчестве, определении своей судьбы. Такого нигде в России нет. Одним из ярких моментов посещения Якутии Владимиром Санги стал год литературы, объявленный в 2015 году в России. В то время Якутий стал на какой-то момент литературной столицей, куда приехали российские писатели и писатели коренных малочисленных народов. Открытие Дней литературы коренных малочисленных народов Дальневосточного федерального округа состоялось в историческом зале Национальной библиотеки. Кроме Владимира Санги приехали нанайский писатель Константин Бильды, эвенкийский поэт Евгений Федоров, эвенская писательница Анна Чайко, эвенский поэт Михаил Кольсов. Гостей принимали наши известные писатели Андрей Кривошапкин, Галина Варламова-Каптухе, Василий Кеметинов-Баргачан, Анатолий Степанов. Эта встреча прошла в очень теплой атмосфере. По счастливому совпадению как раз в это же время проходил традиционный эвенкийский праздник Бакалдын, встреча Нового года, который и посетили приезжие писатели, ставшие дорогими гостями. «Радостно, что эвенки нашли в себе внутренние силы, подчеркиваю, внутренние силы, идущие изнутра от массы эвенков, от стойбищ, от семей, от отдаленных поселений, от кочующих семей. Нашли в себе ресурсы объединиться и решать вопросы духовного восстановления, возрождения целого эвенкийского этноса. И, конечно, как всегда, энтузиастов, так сказать, вождей этого очень сложного, но так необходимого движения бывает только единицы. И тот факт, что эвенки объединились в масштабах по существу всей России, и то, что они получили землевладение на многие и многие тысячи гектаров и квадратных, даже километров, где они полновластные хозяева, и где они могут реализовать себя, как эвенкийский этнис, со своим укладом жизни, со своей философией, со своим языком, обычаями, это дорогого стоит. У каждого маститого писателя свой собственный опыт, свои взлеты и падения, свои ошибки и победы, свои тернии и звезды, свой творческий путь, истоки которого закладываются еще в детстве. Я отца помню очень-очень так, как-то зыбко-зыбко-зыбко, некоторые детали. Он был поваром, рыбаком и работал в Нивской рыболовной артели в Восток, на заливе Чаева, Северного Сахалина. И он, помню, необычную для меня картину. Рука ведет большую ложку по кастрюле с широкой горловины и за ложкой тянется мешок розового цвета. Это, оказывается, он снимал пену с любимого им блюда кисель из брусники. Вот эту деталь я запомнил. Отца репрессировали, то я жил в стойбище, расположенном в среде обитания, традиционной среде обитания Нивхов и воспитывался самым, что ни на есть, традиционным образом Нивского народа, ведущему свое начало в тех давних, в тысячелетней отдаленности отметках. И это и определило мое писательское лицо. После окончания семи классов Володю направили на подготовительное отделение народов Севера Ленинградского педагогического института имени Герцена. На юношу из далекой глубинки город на Ниве произвел неизгладимое впечатление. Но особенно памятными и знаковыми стали две встречи. И однажды приходят к нам ленинградские писатели. Впервые вижу живых писателей. Михаил Дудин и среди группы писателей был Геннадий Гор. Он сказал, что в начале 30-х годов побывал на Северном Сахалине, побывал в поселке Ноглики в ряде стойбищ и назвал, что встречался с Нотом Нивхом, который закончил Институт народов Севера в довоенное время. А Нот мой дядя Василий Нот из нашего рода Кивангун. Он потом как-то исчез из поля зрения очень рано-рано, но я его помню. И говорит, я написал о нем повесть, и повесть называется «Юноша с далекой реки». Есть среди вас Нивхи? Я поднялся. Да, есть. Вот повесть, я прошу вас, прочитайте, и потом мы встретимся, и вы мне свои впечатления расскажете. Я, конечно, залпом прочитал повесть, и знаете, в общем-то, я вредненький был. Я помню себя вредненьким с самого начала. Не соглашался, пацаны меня в морду били за то, что я перечил им, за то, что я свои соображения высказывал, не согласны с их соображением. И вот тоже я решил писателю свои соображения высказать. В оговоренное время на фонтанке писатель меня принял. Я уже тогда стал понимать, что надо быть более-менее сдержанным. Ну, мысль надо высказать. И я высказал. И показал писателю, что материал не совсем соответствует той жизни, которую он увидел. Скорее всего, писатель недостаточно глубоко увидел и прочувствовал материалы и саму среду обитания нивхов, и как эта среда обитания и нивхи взаимодействуют. То есть, на мой взгляд, герои оказались бледными. Я писателю высказал в меру своего понимания дипломатии, в меру своего понимания чувства такта рассказал. И писателю это удивило его. Он говорит, вот как. А вы что, пишете, да? Я говорю, нет, не пишу. Нет, наверное, пишете. Есть у вас рукописи? Я говорю, да, вообще-то, не знаю, как это назвать, рукописи или что-то есть. Принесите. Я принес рукописи трех рассказов писатель сказал, через два дня в такое это время придите ко мне. Я пришел, вот такой же низкий стол журнальный, чай, печенье, конфеты, писатель говорит, это очень сырое, это еще не произведение. Над этим материалом, как вы говорите, надо работать и работать и отразил в сторону. Второе, это более проработанное, надо работать, мы об этом поговорим. Вот это третья рукопись. Посмотрел на меня, поднял трубку, набрал номер, позвонил в ленинградский детский журнал Мурзилка и сказал, к вам подойдет Нивский писатель Владимир Санги со своим чудесным рассказом. Вы увидите это. Да, Нивский писатель. И я пошел по названному адресу, там женщины меня встретили совершенно обаятельные, внимательные, ласковые. Взяли рукопись рассказа, при мне прочитали и стали говорить в такой-то номер. Вот такие дела. И Ленинград опубликовал первое мое произведение. Другая памятная встреча в Ленинграде. студентов факультета народов севера пригласили в Ленинградское отделение Института языкознания Академии наук СССР. Встречу вел профессор Проб. Великий флекторист. Я слушал его вступительную речь, а потом выступления ненцев. Ненецкие студенты пришли со своими преподавателями, преподавателями ненецкого языка. Ивенки пришли с преподавателями ивенкийского языка. бойко отвечали мои одноклассники, как у них и кем у них ведется сбор фольклора на их языках. И когда почти все приглашенные выступили, Проб. посмотрел на меня в ожидании, что я скажу. И все замерли. Вы знаете, я заплакал. и выбежал из зала, выскочил на крыльцо и быстрым шагом пошел в общежитие, через мост перешел в Неву и вскоре оказался в общежитии. И с тех пор я задался целью, которую в определенной мере реализовал, стал записывать оригиналы Невских мифов, сказаний, песен. Я записал много. В жизни Владимира Санги было еще много интересных встреч. Одна из них состоялась в 1963 году, когда он оказался участником 4-го Всесоюзного Совещания молодых писателей в Москве. Там он познакомился с первым космонавтом Юрием Гагариным. И с этого же совещания началось его писательское творчество, его столичная жизнь, аспирантура Института Мировой Литературы Академии Наук СССР. В Москве Владимир Санги работает над созданием Невского алфавита и Невской письменности. Выпускает Библиотеку Народности Севера, создает Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, много занимается общественной, государственной, Казалось бы, что жизнь налажена, но в какой-то миг он вдруг ощущает. Я северянин, Невх, рожден в чаду метели, и мне знаком ее протяжный вой, вот потому и сняться ели и брежу я тайгой. Душа Невха все-таки не вынесла благополучной городской жизни. И в 1996 году Владимир Сангей вернулся на родину, любимый их миф. Стойбище Уво на заливе Чаево. Здесь он плотною занялся делом всей своей жизни и завершил свое детище эпос сахалинских Невхов. Это фольклор народа, воссозданный, обнародованный представителем этого народа. Невский фольклор чрезвычайно богатый. Невский народ за свои тысячелетние существования создал много разных жанров и чрезвычайно богатые по содержанию и как историческому содержанию, этнологическому, так и по духовному. Ну так вот, 42 года я потратил, чтобы издать вот книгу эпос сахалинских Невхов. Работа над этим томом и вообще в целом работа по сбору и осмыслению фольклорных материалов где-то лет 20 назад привела меня к мысли, что фольклор является предельным достижением интеллекта человека. Это наивысшее достижение осмысления всех слоев жизни как по описанию текущего времени, так и по движению времени, по истории становления народа, этноса. Ни один писатель мира не в состоянии отобразить то, что сотворено и отображено фольклором. На протяжении тысячелетий своего существования вот какое достояние, какой кладезь опыта мыслей, философии и огромного арсенала художественных приемов вот в этой книге заложено. сотни-сотни ученых разных стран будут возвращаться к моей книге. Будут возвращаться. Вот когда я закончил работу над рукописью, не над книгой, а над рукописью, в стойбище, проживая у себя на заливе Чаева, я поставил точку, расписался и сам себе сказал, я свой долг перед своим народом выполнил. На этом Владимир Михайлович Сангин успокоился. Он по-прежнему много работает, занимается творчеством, издает новые книги. Но ему, создателю нивского алфавита, низкой письменности, горько сознавать, что уже три поколения нивхов не говорят на языке предков. что он является последним нивхом, говорящим на родном языке. Но тем не менее рук он не опускает. Он мечтает создать на Сахалине самоуправление нивхов, чтобы возродить традиционный образ жизни и язык своего народа. Все делает для того, чтобы осуществить задуманное. Ведь он вождь нивхов, и это его святое дело. Владимир Михайлович Санги до сих пор придерживается своего принципа «не дня без строчки», и твердо притворяет его в жизни. Поэтому мы и думаем, что он еще порадует своих читателей, поклонников своего таланта новыми интересными произведениями и осуществит то большое и нужное дело, которое задумал. «Ново»